здравствуйте дамы и господа с вами елена и вы на моем канале элен элегант и с удовольствием я сегодня знакомлю вас с удивительной рукодельницей ее зовут перья волшебное имя имя волшебницы меня она удивила особенно удивили ее работы перья измайлова занимается вышивкой практически с детства ее мама бабушка тоже занимались вышивкой и поэтому поэтому благодаря таким корням и такие и плоды очень интересная ее работа и ее опыт прихода к многоцветной вышивки и ее неординарный подход к самому процессу вышивки я думаю что вам будет очень интересно я на одном дыхании провела это интервью когда монтировал удивилась поняла что здесь около часа времени но надеюсь что вы также на одном дыхании посмотрите потому что же прекрасной работы и рассказывает она о них очень интересно я также она расскажет о своем сп который организует в инстаграм прошу вашего внимания перья здравствуйте перец представьте пожалуйста расскажите мне тебя сначала скажите откуда у вас такое шикарное имя здравствуйте меня так назвали в честь моей бабушки это такое мне кажется довольно таки старинное имя который переводится как принцесса или какое-то волшебное существо что мне очень тоже нравится я помню что когда я еще была маленькая у меня бабушка она вышивала разных животных или еще каких-то вот у нее всегда было в руках нитки небольшие пяльца то есть вот это присутствовало в жизни а потом уже когда я сама стала сталкиваться с вышивкой я училась в школе у нас было урок рукоделия и на какую-то выставку школьную нам задали мне и сестре вышить два наборчика мы с не обе заболели ветрянкой и хобы наших наборчика вышла моя мама она у меня такой человек она вяжет она шьет она вообще практически рукодельница на все как на все руки мастер полностью при этом вот она с тех пор стала очень активно вышивать и больше вот эти наборы которые у нас когда мы занимались рукоделием там видно преподаватель еще и поставлял эти наборы не знаю и она у меня очень активно стала вышивать и вот так у меня как бы и маму стала вышивать и я сама и сестра стала вышивать и потом я обратила внимание что с годами очень много людей с которой с нами общаются потихонечку приобщались к вышивке кто-то продолжил и до сих пор вышивает кто-то как бы моя сестра поняла что это не и и она например больше занимается алмазной мозаикой и это больше нравится а вот я и моя мама вышиваем постоянно у меня и племянница ребенок тоже вышивает и дочку я подсаживала на вышивку то есть вот у нас это уже стало так семейная я вам сейчас скажу мне было на лет 10 когда я вот у нас в школе мы начали но вот опять-таки кто-то не останавливается продолжает постоянно как я это делаю а вот кому-то может быть приходящий уходящий вы знаете у меня нет желания останавливаться для меня вышивание вот знаете у меня даже бывает такое чувство когда я не вышиваю как будто я зря время трачу вот сижу ничего не делая как будто время не знаю можно было что-то полезно сделать потому что я тоже в детстве сшивала с мамой с бабушкой но я закончила да и вернулась к этому где-то лет через 15 я об этом очень жалею сейчас послушаю понимаю что да я потеряла время а вот по поводу мы вернемся картине да то есть мама вышивает и и дарит вам картины это была история такая очень эмоциональная это вот наверное надо рассказывать о ситуации когда человек пробует пытается вот у меня тогда было чувство что я все могу у меня была программа на компьютере паттерн мейкер или какая-то кростич какая-то была программа я взяла фотографию да я ее прогнала там было наверно цветов 90 причем я купила канву вообще не помню где я купила что-то было за канва нитки я купила тоже в магазине анкоровский dmc причем что я делала вот мне не хватало кого-то цвета я подбирала похожий абсолютно как-то меня это не напрягала никаким образом и вышила я ее вышивала почти два года это было такое полотно уже у меня причем я его таким толстым крестом подача даже не могла определить на вскидку какой-то каунт а я очень люблю когда плотная зашивка для меня вот мне очень неприемлемо не люблю когда просвечивает канва вот я так вышила потом в конце оказалось что у меня канва была непропорциональная а не равномерно нет делание это было аида но там были не квадратики а прямоугольники на это неравномерный да когда правоугольники вместо вместо квадратиков я так расстроилась я плакала мне было ужасно плохо потому что я столько времени на это потратила столько сил я про себя думаю я заново это делать не буду я даже помню этот момент вот мои рыдания я ее просто свернула эту огромную скатерть выкинула в мусорку потому я сейчас об этом жалею если честно хоть как память осталось бы да и у меня мама сказала что сделай мне еще одну просто не так много цветов потому что у шерсти нет такой палитры и я сама вышью тебе сделай я гамам получится ужасно нет нет сделай не получится будем сами чистить и правда мы с ней чистили ну понятно что как бы не идеально я немножко работала с исходником в фотошопе чуть-чуть так как умею да там глаза немножко мы с не подделывали так немножко и я больше работала с фоном потому что там сзади машины деревья и я их просто размазала вот так вот сделала и все ну и вот она мне вышила подарила и честно я очень ей благодарны очень люблю эту картину ну вот такой вот так у меня да она меня поддержала какие производители вы знаете вот наверное мне в школе как дали каталог риолиса вот я просто еще вспоминаю что я вот будучи подростком когда находила в магазинах какие-то вышивки это были практически только риолис я даже ничего другого не видела или какие-то черно-белые схемы цветочки и так далее большинстве я заказывала просто по каталогу да это даже раньше это раньше да это даже раньше двухтысячных годов это вот и девяносто восьмой и девяносто девятые до двухтысячные годы до 2000 где-то скажу когда я взяла у меня первый другой был набор gobelin set я его заказала тоже в интернет-магазине я впервые стала сталкиваться с форумами я до этого даже на форумы не заходила вообще никакие группы ничего не знала как и темный человек абсолютно и впервые заказала gobelin set а потом dimensions это был какие это было 2007 наверное 7 8 год до уже первый раз я вышла причем я вышла всего один набор dimensions вот у меня да вот он великолепный я считаю для меня это было абсолютно что-то новое по сравнению с реолис ужасно сложное ужасно интересное я так быстро его вышивала хотя очень боялась этих вот разных стежков и поняла после этого что очень мне нравится dimensions но вышивать я начала вышивать гобелен set а там гобелен полукрестом на двадцать пятом там румынская сетка да я с этой румын мне очень понравилось вышивать гобеленом потому что это было легко в том смысле там никакого бэкстича никаких стежков вот просто элементарно это мой тип вышивки когда мне не надо мучиться для меня это легко для меня это комфортно что мне было некомфортно это канва она была очень мелкая и там лица были желтоватый лица по моему еще там ее одежда девушки у меня сливалась я не видела я вот эти до сих пор когда вышиваю даже вот мои вышивки когда светлый цвет и вот сама у меня комфорт такая молочная я могу иногда не тяжело бывает видеть именно эти цвета поэтому я решила в дальнейшем когда уже перешла на более сложные дизайны мне нужно было найти себе удобный каунт и удобную технику вышивания да то есть вот как бы начала я вот с этого причем у меня был очень удачный опыт опыт с гобелин сет наборе были перепутаны значки причем я идут эти не знаю как я даже этого не заметила когда на лице уже стали коричневые пятна и потом подумала ничего что у меня деревья были бежевые до лица я пока не дошла просто ветки там коричневые почему-то бежевые я еще удивлялась светленькие такие веточки а потом оказалось что они значки похожие но вот эти вот бабеньки на которые намотаны они просто их перепутали в комплекте потом я пошла не поленилась купила еще один такой же набор опять начала его отшивать опять дошла до лица и поняла что это лицо не идеальное она мне не нравится она такой же как в наборе но вот мне не нравится и все вот я не хочу чтобы у меня дома висела девушка с таким не идеальным лицом потом я уже стала искать что-то новое и вот я нашла форум по-моему это был девичник я даже не помню какой точно это был форум я впервые увидела golden kite для меня это был культурный это был 2009 9 10 10 я уже вышивала 2009 для меня это был культурный шок настоящий потому что я не могла вначале поверить что это вышивка это было просто поразительно потому что вначале я увидела готовую работу и написано вышивка я думаю боже мой потом уже процессы я поняла да это можно сделать своими руками а если кто-то это делает и я могу это сделать да да у меня был именно такой подход и я еще очень наверное импульсивный человек который очень быстро знаете я вот чем-то увлекаюсь и вот мне хочется прямо сейчас быстро вот просто вообще вот я не могу ждать я нашла я думала с чего начать мне нравилось очень много мне нравилось тогда уже императрица евгения я была от нее в восторге она меня поразила самого начала но наверное размеры меня слегка так припугнули я решила начать с чего-нибудь другого и вот гобилин сет когда я вышивала там была пара на качеле а у них была еще ромео джульетте сюжет но мне очень не нравилась их разработка я увидела разработку от golden kite я подумала начнем с этого купила нитки канву распечатала схему пошла в магазин покупать для своей мамы пяльца ведь вот он станок позвонила маме сказала мама а давай я место тебе купила станок причем мне даже совесть мучила она мне говорит ну ладно покупать делать это еще раз пяльца куплю какие ты хочешь купила станок причем натянули все сама организацию или где-то у кого ничего ничего вот это был такой найти вот я практически вслепую причем вот это наверное было вот я начала это были мои первые шаги с ошибками которые я сделала очень много но я вам расскажу я все это ничего делать сама я зашла в магазин увидела этот станок и мне там консультант же попала еще такая очень найти хорошую и вам вы вышиваете вам станок нужен обязательно элбис правильно как он называется да это по-моему он английский если не ошибаюсь ну короче не наш станок да в чем его была проблема он шатался ужасно шатался и из-за того что я я вышивала несколько лет на нем из-за того что я все время его подкручивал чтобы он не шатался вот эта резьба вся стерлась там и причем еще я вышиваю не на диване а за столом и он мне был низенький поэтому я попросила и мне туда дома специально приделали такие как его ножки чтобы он стал выше короче он у меня был станок на очень высоких ножках тоненьких качающийся вот такой вы знаете я была довольно счастлива я начала вышивать распечатала схему понимаешь что мне схема мелкая взяла эту схему увеличила на компьютере разделила на две части ну как это обычно увеличить разделить самым самым легким элементарным способом распечатала ее каждый листок увеличенном виде картинка просто увеличенную стала вышивать таким образом знаете потихонечку поняла что мне тяжело одной иголкой очень долго бленды я поняла в тот момент что я ненавижу просто вообще лютой ненавистью это кошмар это так долго их наматывать делать потом уже стала искать как организовывать процесс увидела что есть вот эти органайзеры у меня причем еще есть такой может быть принцип я всегда беру самый лучший честно я поняла что если ты это вышиваешь я читаю сколько есть вариантов разные есть органайзеры разные есть иголочки у меня были иголочки которые ломались у меня было разное я предпочитаю если ты берешь вот что-то скажем так для себя для своей работы а со временем я поняла я вышивала golden kite 5 лет что я это делала очень долго мне нужно было все самое хорошее я купила сразу паковские органайзеры причем до этого у меня были палетки вот эти dmc куда наматываешь просто но они вначале были удобные потом были неудобные потом я купила паковские органайзеры в том же магазине где вы знаете магазин был европейском как он назывался хобби хобби что-то там да там был их магазин я там же купила эти органайзеры нарисовала в эти значки сама и вышивала несколько органайзер так для ромео джульетта я купила три у меня было три органайзера что у меня не поместилось на органайзеры я уже делала вот оставил оставляла найти облегчила работу да я знаете как сделала для блендов все бленды я положила эти как бы поставила эти органайзеры а чистые цвета у меня были на вот эти на этой палеточке да это конечно облегчило вначале я просто вышивала потом поняла что можно и и делать разметку потом неправильно сделал разбит неправильно рассчитала вот здесь клеточек поняла что разметка вручную мне не подходит нужно сразу покупать нужно пока да уже на будущее поняла что мне нужна комбо с разметкой потому что я не раз не один раз ошибалась у меня была такая проблема но вот основное что я хочу сказать в своем первом многоцветном дизайне я очень я не боялась мне вообще не было понятия что я не смогу это сделать то что меня даже мама отговаривала она мне говорил что это такое как-то это вообще это такое сложное это так тяжело это вот замахнулась практически его что здесь сложного но это буду вышивать полукрестиком то же самое как губилин сет полукрестик только чуть побольше довольно большей тряпочки причем а у меня был принцип я хотела вышивать только полукрестом а вышивают полукрестом обычно на более мелкой конверт я даже не думала о том что у меня в два раза больше не так уйдет я просто хотела вышивать полукрестом причем для меня было важно чтобы это не просвечивала и вот я на форумах почитала пообщалась мне сказали что в четыре нити можно будет толстая изнанка я думала к очень волнует стала вышивать конечно изнанку у меня было вообще ковром причем это все с ромео джульетта причем местами у меня даже чувствуется по оформлению если рукой провести где-то она бугристая больше потому что вы столько было одиночек а я не думал о том что где одиночки нужно по-другому крепить и так далее были еще у меня какие были проблемы с моим мэром рома джульетты нашего перед перенабор электронную схему в интернете причем на форумах мне писали очень часто вышиваете по электронной схеме зачем вы мучаетесь а я думаю нет намного сложнее это все ужасно кому это надо и мне удобнее по бумажечке этими маркерами маркерами я зачеркивала потом все-таки решила попробовать поняла как это легко как это удобно как это вообще прекрасно но мне попалась схема где это причем я перешла на электронную схему когда я уже заканчивала ромео джульетта я наизусть знала все нитки я наизусть знала значки и вот там уходит момент где у меня кирпич одного цвета практически знаете вот там вот такой кусок одного цвета для golden kite это фантастика такого там не бывает там даже если уголки одного цвета они всегда с какими-то вкраплениями я поняла что здесь скорее всего какая-то проблема хорошо не на лице это было ну да это просто неправильный перенабор или не знаю ошибочный перенабор и он как-то тут я смогла немножко это бумажная была ошибка или в схеме электронной в электронной электронной да я сравнила потом с бумажной в перенаборах я поняла что если вы ищете перенабора в интернете да это всегда очревато особенно ладно или надо смотреть как если кто-то уже этим пользовался или да если есть возможность просто у golden kite нет возможности приобрести электронную схему только вот формате pdf и потом уже сам распечатываешь или они присылают в распечатанном виде на этом опыте вы поняли что лучше покупать у производителя сразу электронную схему да сразу да сразу потому что я столько эти нитки покупала я покупала нитки в течение всех пяти лет пока я вышивала ромео джульетту докупали я не смотрел вообще на расход я как-то не думала о том что мне придется вышивать в четыре нити это два раза больше не так чем вообще предполагалось то есть да я все время докупала с конвой мне наверное просто повезло что она оказалась неплохого качества скажем так но она по сравнению с той компой который я покупаю вышиваю стены рыхлая то есть вот даже я все время переживала что у меня как будто даже в четыре нити немножко светило что ли а вот начала вышивать мою мод лент смотрю там вообще так упругая ком вас сама по себе ткань немножко другая то есть да я для себя решила что лучше я все это буду покупать в одном месте и кстати да следующее что я хотела я хотела вышивать императрицу от ст той от агода кайт и что я сделала впервые то услышала по поводу ст я у них заказала нитки по схеме да потому что когда я посмотрела что есть у стена на тот момент когда я закончила заканчивала свою ромео джульетту 2015 год мне ничего не нравилось из их ассортимента да ну как то не знаю это были не мои картины мне они были вот императрица евгения я хотела вышить императрицу евгения от golden kite причем я у них приобрела схему в чистых цветах не в блендах и мне очень как бы приятный момент я зашла в их группу в фейсбуке и там можно напрямую пообщаться с дизайнерами и я попросила сделать мне увеличенную схему они мне в тот же буквально течение 20 минут прислали ее на электронную почту абсолютно как бы без всяких расходов и так далее потому что видно у них осталось что я приобретала ее они мне ее прислали увеличенном виде и я очень хотела ее вышить потом так получилось что я впервые попала на лотерею которая проходила в я расскажу почему я вообще стала вышивать ст я впервые попала на лотерею которая проходила у ст а у меня да на форуме случайно решила попробовать я вот только зарегистрировалась у них на сайте и так получилось что у них только вышла мадлен только вышла мадлен а очень нравилась у golden kite очень но golden kite она бортовая она прям такая ярко бортовая причем был отшив у golden kite их три варианта огромная там средняя поменьше но она прям бордовая это я думала вышью она мне нравится хоть и бордовая но она очень красивая и вдруг она выходит у них и я думаю вот если я что-то буду вышивать у гола ст то именно эту вышивку да и вот проходит лотерея выиграла другая девушка но она подарила свой сертификат мне я была может сказать вот такая счастливая вообще шокирована почему никогда ничего не выиграла такого если честно и я сразу сделала заказ мадлен и получилось что половина заказа мне оплатили вот из этого сертификата там была сумма я помню больше 7000 рублей да то есть чувствительная да очень чувствительная до сумма из-за того что я вышивала в четыре нити я все равно дозаказывала потом нити скажем так на такую же сумму вот так я начала вышивать именно мадлен я решила отложить свою императрицу потому что вот это мадлен ну исходник если сравнить исходник например гк ст она намного она и красивее у нее конечно больше коричневая у меня даже мама тоже говорил это такое все коричневое вышивание будет видишь какой у нее лицо для меня очень важно лица но просто портреты мне не интересно мне нравятся жанровые какие-то сцены причем сама картина мадлен мне почему было интересно у нее такая романтическая предыстория эта картина которая посвящается дню святой агнесы там гадания любовные моменты там прячется за ширмочка ее возлюбленной и так далее то есть вот это все меня очень так завлекает привлекает момент такой ну вот я начала ее вышивать конечно уж и в этот момент я подошла посерьезней я сразу заказала себе канву с разметкой потому что я вышиваю на 18 для меня мельче мне некомфортно глазам я стала вышивать полукрестом я осталась верна своему принципу в четыре нити да ну то есть я вышила ромео джульетту давайте покажем да я вышила ромео джульетту полукрестом в четыре нити и мне в общем результат понравился проблем с оформлением у меня не было вообще никаких это она у меня висит мне нравится поэтому я решила что буду верна себе и буду вышивать кстати ромео джульетту я вышивала почти все на станке и только уже к концу одела ее на снапы причем скажу мне было очень удобно да потому что у меня уже на станке уже не помню он там совсем расшатался он же был в таком состоянии что им пользоваться было нереально просто как деревяшка и я уже перешла на снапы вот у меня диванчик вот этот мой сидела на нем вышивала ночью мне было комфортно потом я уже стала вышивать свою мадлен причем я приобрела раму я купила раму вот эту эстонскую квантум размер у нее какой 80 сантиметров по самой длинной стороне да по длинной стороне а тут пункт 25 я уж точно не помню натяжка у нее великолепная великолепно но я не брала станок я взяла себе такой диванный вариант что я вот на этом диване хотела вышивать но на диване как-то мне было неудобно я вышивала на столе то есть станок нет на стол ставила вот такой диванный вариант там ножки такие они туда-сюда двигаются и вышивала мне было удобно но моим домочадцам очень понравился этот станок причем если я говорю из этой барабанной натяжки у меня ребенок как-то он научился играться с мячиками он подходил к моей мадлен мячиком бросал вот как раз туда вот на эту поверхность и она ему отпрыгивала так упрога при опублике я когда я ему говорила не надо а видно а видно ему это нравилось еще больше у меня просто дочка такой был очень спокойно было малышом она вообще всегда обходила мою вышивку страну и она была неинтересна вообще не думала что может быть другая какая-то ситуация а тут у меня ребенок мало того что решил играть со станком так ему еще так нитки нравятся причем вот так они его дергать за них у меня сердце крови обливается даже больше не за ребенка за мою выживку потому что я представила следующий шаг если он начнет фломастерами подходить моя вышивка это уже будет я это я этого не выдержу вот никаким образом абсолютно поэтому мне пришлось убрать станок все что я смогла я убрала я стала искать вариантов более удобно для себя конечно для меня это были кус напы они очень удобные они удобные но у меня какая еще проблема я люблю когда чуть больше вот скажем так промежуток на котором я могу рисовать и рисовать да то здесь пространство должно быть больше кус напы 43 сантиметра которые у меня были 43 на 28 они очень большие они большие их просто неудобно держать вообще никак а 28 на 28 для меня маленькие не можешь найти себе комфортный вариант и я решила перейти на пяльца причем это же на влиянии моей мамы она вышивает только на пяльцах только вот вообще я пыталась ее на станке причем у нее небольшой размер бывает не можно станки вы перейти такие комфортные нет только пяльца только деревянные вот такой принципиальный подход и как-то я тоже решила попробовать пяльца и я вот нашла вот эти турецкие деревянные у них натяжка ничуть не хуже чем у снапов вот я вначале взяла вот эти вот до большие 40 сантиметров когда я их купила я одновременно купила немецкие квадратные для моей императрицы да но это уже позже было когда я стала вышивать свою императрицу но они оказались неудобные поэтому я приобрела приобрела такие же турецкие только поменьше размером диаметра они провисают они квадратные здесь натяжка здесь вот натяжка барабанная причем вот я их натянула я их как бы не двигаю ничего у меня иногда вот я что-нибудь могу сюда положить натяжка вот это ладно здесь 30 сантиметров вот у меня 40 сантиметров ну вот у них великолепно натяжка причем везде и вы не подтягиваете нет я не подтягиваю работой причем что интересно она у меня неравномерно здесь она толстая потому что здесь уже отшитая а тут просто ткань при этом натяжка великолепная везде ну понятно что так как я вышиваю на пяльцах мне приходится вот это все так сшивать собирать здесь сшивать да чтобы мне не мешала она из-за этого бывает тяжелая кому-то неудобные мне почему удобно я ее ставлю на стол вот этой частью и спокойно вышивая тяжести на своих руках никакой не ощущаю когда как я вышиваю двумя руками одной рукой у меня скорость не какая-то очень быстро скажем так она у меня довольно таки умеренная но у меня никогда не было не знаю вот конечно не хочется быстро все вышить потому что у меня очень много планов потом вышивать но я как-то поняла что у меня комфортная скорость вот определенные причем помимо например у меня параллельно 2 ст я могу сюда 3 начать и такое я тоже могу сделать я бы я очень такой импульсивный человек и иногда мне нужно отвлекаться отдыхать отвлекаться и так далее вопрос такой значит давайте подытожим у вас обе схемы от ст или это разные схемы нет они обе от ст или скажем так набор от ст или полностью набора от ст скажем так обе эти картины и мадлен и императрица меня заинтересовали когда я их увидела в варианте golden kite это был 2010 год точно вот в это время и они обе мне эти картины очень понравились я для себя решила сто процентов императрицу буду вышивать мадлен меня останавливала из-за своей бордовости и потом когда я увидела ее от ст я поняла что буду вышивать точно буду вышивать и потом когда вышла императрица я подписалась на программу как называется право первопокупки или пока она точно называется я не помню нет 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 это для тысячников такая была программа что они выпускают схему только если на нее подпишется уже несколько вышивальщиц готовы ее приобрести да то есть как бы я посмотрела я для себя решил что да я буду ее вышивать сто процентов причем здесь немножко другие цветовые решения но она отличается от годен кайт своими цветами покажите сейчас да да сейчас где она у меня вот она у меня да то есть это не такой классический вариант она ярче она ярче кстати по сравнению с golden kite она обрезанная немножко потому что у golden kite здесь там еще больше небо деревьев и так далее персонажей фон он гораздо ярче чем угол другой исходник у них потому что просто другой исходник это можно сказать две разные картины получаются да то есть вот как-то я до мне понравилась именно эта яркость я люблю яркие цвета я люблю яркие вышивки и мне хочется если ты тратишь время скажем так а ты будь а я буду тратить очень много времени на это я буду долго вышивать и не испугала то что она тысячи нет а я и так планировала гк на 900 на сколько так крестиков то есть там здесь и тут 1000 на 600 там было 900 не помню насколько да расскажите пожалуйста перри по поводу опыта с golden kite как у вас был да в то же время когда я вышивала свою рамео джульетта мне очень понравился натюрморт от golden kite вот он номер 1289 я заказала у них на официальном сайте набор мне захотелось набор потому что как-то самой не очень хорошо я сама набираю материала когда есть все это уже готова вот захотелось попробовать ждала я его месяца два-три мы швеции мне его прислали причем счастью у меня был предела не было что могу показать в этом наборе было изначально в этом наборе была канва вот она неразвинованная восемнадцатую аиду я заказала также была иголочка в этом наборе дальше в набор мне положили распечатанный вариант схемы причем такой не увеличенный вариант обычный и вот такая папочка где там список ниток блендов сколько там расход и сама эта картиночка да это как ключ получается такая красивая ну такая папочка дальше бой и нитки были в этом наборе потом уже со временем я заказала в ст оптимизаторы что это были за оптимизаторы это вот такие штучки вот такие штучки да можно заказать только я заказала оптимизаторы и нитки которые были в наборе я на них надела вот они у меня висят вот они вот они да 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 обычные оптимизаторы просто я ключ отправила который был у меня в этой схеме и мне сделали вот такие оптимизаторы да очень удобно единственное что когда я разбирала нитки мне показалось но это может быть только на глаз что их мало не знаю мне кажется что учитывая какой-то набор и там довольно таки немаленький размер это почти 500 на 638 крестиков мне показалось что не так мало я читала о том что они в свой набор свои наборы кладут нитки без да без припусков без протяжек и так далее понятно что надо конечно вышивать смотреть на своем опыте но набор от не от голден а кстати они еще не были вообще разобраны не как эти нитки они были на очень неудобных таких картонных так как и плашки они так называются потом я их сама разбирала так вы знаете я уже точно не помню набор стоил сейчас никто же по мнению на них вроде не изменили сцены по моему в районе 300 долларов он стоил но это было 2010 да 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 то есть это и в долларах и я не помню точно мне кажется у них сейчас цены не знаю мне кажется у них цены так не менялись и они делают иногда скидки и на наборы и на схемы и так далее но вот это я видела не отшивка она мне кажется очень нравится картина вот такой наборчик у меня есть давайте теперь про вашу организацию давайте многоцветок так давайте что сразу я хочу сказать то как я организовываю свой процесс это то что комфортно лично мне это то что удобно лично мне я понимаю что у каждой вышивальщица свой опыт свое там пространство свои пожелания и так далее поэтому я просто покажу какой оптимальный вариант выбрала я для себя учитывая мои особенности там квартиры жизни детишек да и скажем так что мне нужен для того чтобы вышивать комфортно итак первое конечно это канва канву я себе выбираю восемнадцатую аиду она уже бывает разлинованная причем такая аида что у меня полный зашив и не бывает видно полосок когда при полном зашиве абсолютно сама я не разлиновываю потому что я ошибаюсь поэтому это еще гораздо дольше да это и дольше и вообще я обратила внимание что из того что я вышиваю так сплошником по цветам мне и разметка то особо не бывает нужна я даже на нее не заморачиваюсь никаким никоим образом я вот могу иногда сделать себе такую полосочку маркером а я ее делаю например я буду вышивать вот до этого момента а потом буду передвигать пяльца то есть вот это я вышивать не буду а уже там вниз или в бок передвину по поводу 18 для меня это очень актуально почему 18 вообще как как вы рекомендуете выбрать подобрать канву да чтобы картина не терялась чтобы сюжет был красивый чтобы удобно вышивать то есть здесь очень много моментов которые надо учить вот смотрите понятно что это выбор каждой вышивальщицы понятно что это комфорт каждой вышивальщицы я не люблю маленькие картины в том смысле что когда ты вышиваешь да я не люблю когда она на стене маленькая я считаю что если ты вышиваешь что-то такое объемное масштабное оно должно чувствоваться и на выставке тоже я когда ходила смотрела меня больше привлекают работы большего размера ну это опять-таки это вот мое личное такое не знаю вот мой личный фетиш наверное можно так сказать поэтому я выбираю каунт вот 18 у меня был момент для императрицы я хотела 20 каунт потому что я когда вышиваю я сильно затягиваю нить у меня такая манера я пытаюсь конечно расправлять немножко вот я думала попробовать двадцатую но как-то вот я испугалась немножко что непривычная камба лучше буду вышивать на более привычном себе каунте 18 для меня оптимальная самая удобная да 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 это вот я заказывала в наборе да это их камба вот и следующее когда как скажем так камбу мы выбрали следующее это наверное на чем вышивать станок конечно самый удобный это без сомнений по своему опыту знаю что почему еще я люблю станок потому что когда камба на станке ты сразу видишь скажем так все что тебе предстоит вышить но у меня со станком не получается поэтому я выбираю себе пяльца пяльца маленькие я не люблю потому что во первых мне нравится когда больше пространства для вышивания я люблю чтобы они были побольше и мне нравится чтобы была натяжка вот барабанная и я еще очень не люблю подтягивать переставлять вообще переставлять пяльцы у меня это моя мама я не люблю переставлять пяльцы да поэтому я пытаюсь искала себе вот более такие крупные и чтобы сильная была натяжка ну вот могу показать мою модель я нашлись самые любимые эти я наш купила на выставке их я купила на формуле рукоделия осенью так это турецкие пяльца деревянные да турецкие тоже самые известные фирмы которые все эти пластиковые продаются самозапяливающие она стоила они стоили эти пяльца ой я даже уже не помню помню до полторы тысячи рублей они стоили до полторы тысячи рублей они были в некоторых интернет-магазинах они пишутся как специальные для квилтинга пяльца но вот сейчас я потом их искал я найти вторые таки не смогла то есть сейчас что их нигде в москве их не могу найти была на выставке тоже зимой опять-таки я их не нашла вот они удобные да они толстые они очень удобные я не держу их в руках я их ставлю на стол вот вот таким образом и вот здесь вышиваю мне удобно очень вообще вот натяжка я уже говорила великолепная мне очень комфортно я искала такие вторые такие я не нашла и мне посоветовала девочка в инстаграме американские пластиковые это на сайте bonbon я заказала вот не только принесли они тоже 40 вроде сантиметров но они выглядят больше чем вот эти вот турецкие и вот сейчас я чуть позже переставлю свою императрицу вот на эти пяльца мне удобно мне комфортно чем больше пяльца вот это вот размер мне удобен то есть как-то я еще и вкручу в разные стороны пока вышиваю например всяду там сбоку или их поставлю с этой стороны или с этой стороны опять-таки для меня это комфортный вариант те магнитики тоже держать да это магнит сколько иголочек используйте в количестве сколько цветов сколько цветов столько цветов столько иголок да я все то есть у меня здесь 200 цветов 220 вы прям втыкаете я снимаете иголки когда я не паркую я вышиваю по цветам то есть я например выше один цвет я сразу ее или как-то креплю отрезаю беру следующую то есть я парковку я не могу вшивать я я не умею я ее как-то мне не получается потому что я очень боюсь запутаться а я наверное к этому отношусь так я буду делать неудобно по цветам мне удобно по цветам наверное парковка комфортна когда ты вышиваешь на станке да тебе нужен станок тебе нужно специально вот эти вот штучки куда ты парковать ниточки и так далее понятно что я видел что очень красиво получается парковка аккуратненько и так Ну, мне это не подходит. Мне подходит по цветам, и я вышиваю по цветам. Хорошо, вот сам процесс, саму технологию, вы прям покажите сам. Вот давайте я покажу. Вы достаете ниточку из органайзера, да? Я достаю, вот у меня этот процесс, скажем так, довольно-таки новый, поэтому у меня вот мои органайзеры, у меня еще не все даже нитки вот по местам расставлены. А, то есть в процессе? Да, только те, которыми я вышиваю в данный момент. Вот мне нужен какой-то цвет, я беру этот цвет, вышиваю, вышью, потом ставлю его на место и как бы складываю сюда. Я хотела бы, прям для человека, который еще даже не вышивал, чтобы он понимал, он открывает папку, он достает цвет. Вот смотрите, вам нужен, например, значок, там, не знаю, кружочек какой-нибудь, да? С чего начать? Да, с чего, вот сердечко, вот он у меня, 98 номер, например. Вот у меня две папки для моих ниток, я ищу 98 номер. Вот у меня 98 номер здесь. Я беру отсюда ниточку, одну мулине. Вот я ее вытаскиваю, эту ниточку. Так, вот я ее вытащу. Просто классно 8. Да, я беру, можно две, можно одну, это кому как комфортно. Я беру по одной, чтобы не запутаться. Вот я беру одну, иголки у меня остались на столе. Вот я ее вставляю сюда и отделяя две штучки, беру в иголочку. Вот я возьму в иголочку, вышью, потом закреплю и обратно, да, и обратно поставлю сюда же. Сюда обратно поставлю и вот так я их закручиваю, чтобы они не мешались. И кладу обратно в свой чемоданчик. Это у меня такой мобильный чемоданчик. Для меня самое главное в моем процессе это мобильность. Чтобы я могла все взять, собрать. У меня есть специально небольшой шкафчик, такая тумбочка. Туда помещаются и вот эти папочки. И есть, например, небольшие пяльцы, пяльцы помещаются. Кус на па вообще вылезали без проблем. И вот, наверное, самое важное, это вот мой чемоданчик. Чемоданчик я приобретала специально для этих органайзеров. Он изначально просто канцелярский. То есть там были разные эти, как его такие места. Сколько нужно папанских органайзеров? В зависимости от процесса. Для императрицы мне нужно 5. 220. Для императрицы 5. Для Мадлен вот у меня такой же, здесь 4. Вот у меня здесь 4 паковских органайзера. 190. С чем-то, кажется. Меньше. И все бленды? А, то есть у вас... Нет, здесь они все у меня уже надеты. Все они у меня уже в работе. Все цвета абсолютно видно, да, здесь? У вас даже иголочки вставлены. Все вставлены иголочки. Вы походите вместе с иголочками. Все вместе с иголочками. А это удобнее, да? Мне удобнее так, да. Потому что еще я люблю, но они там уже нарезаны по определенной длине, то есть длине сделать нельзя. Ну, я люблю как-то так, по длине ниточка. То есть вы закаливаете и цвета, и ниточки? Сразу, да, да. Когда закончилась ниточка, вы ее отрезаете, вставляете прямо в органайзер вместе с ниточкой? С ниткой обязательно, да. А в чем это удобство, чтобы не заправлять потом? Чтобы не заправлять потом. То есть цвета быстрее гораздо? Потому что момент, особенно для блендов, заправлять туда-сюда, это довольно-таки для меня занудный момент. Ну, вот все они у меня уже, да, заправлены, потому что я, Мадлен, вышила уже больше половины, поэтому все цвета уже были в работе. Вот они у меня все аккуратненько лежат. Просто иголку я не оставляю, потому что я боюсь, она упадет, потеряется и так далее. Она всегда у меня уже в нити. Вот так. Вот такой органайзер. Причем, что я делаю, они уже, когда я заказывала наборы, они уже с оптимизаторами, и очень удобно все значки компонуются по разным, ну, как, не знаю. Вот, например, здесь все разные такие значки, просто как картиночки, цифры рядом. Цветной, это значит чистый цвет, да? Да, если оранжевый, то, нет, если оранжевый, это бленд. Это бленд. Если белый, значит, это чистый цвет. Я имела в виду, что значки, вот здесь, например, все звездочки, здесь там все цветочки, здесь все цифры. То есть мне не нужно искать, я уже примерно знаю, что вот здесь на этой полке у меня все цветочки и циферки. На этой полке у меня вот все буквы, например, я уже знаю. Например, вот у меня два чемоданчика, оба чемоданчика я знаю, что вот на этой полке и здесь, и здесь, это у меня получается третья полка, у меня и здесь кружочки, и здесь кружочки. То есть, следующая полочка у меня и тут, и тут квадратики будут. Вот так вот. И третья полочка у меня здесь, ну, у меня немножко здесь они в Мадлен и в Императрице по-разному сделаны. Потому что здесь больше органайзеров. То есть, я для себя делаю, их так раскладываю, чтобы мне было удобно пользоваться, я не путалась. Ну, здесь квадратики, здесь кружочки, я уже примерно знаю, куда смотреть. Если бывают там похожие значки, то они рядышком, ты не путаешься. Потом сами нитки. Сами нитки лежат в папках. Я знаю, что есть вышивальщицы, которые их куда-то там накручивают на бобинки, раскладывают. На моя Ромео и Джульетта у меня была такая пластиковая коробочка. И там у меня были намотаны все цвета на бобинки. Я по одной брала и вышивала. Я считаю, что папка очень удобна. Я их прям так и храню. Вот я просто беру там, что мне надо, какой цвет мне нужен и этим пользуюсь. Вот у меня императрица, скажем так, довольно-таки, я недавно начала, поэтому у меня они такие плотные. А вот, например, моя папка для Мадлен. У меня их тоже две. Вот она уже почти вся такая. Здесь закончились нитки, здесь закончились нитки. Видно, да? Да, да, да. Да, то есть их не так много, потому что она вот уже такая тоненькая стала. А сама Мадлен, покажите, сколько она размером и вообще о картине что ли? Так, вот она, эта картина. Здесь, мне кажется, она тоже здесь, это печать, она не так хорошо передает сами цвета. Больше такая, она какая-то бордовая. И она не бордовая. Нет, она не бордовая. Это красные цвета, да? Да, да. Ну, то есть там, конечно, бордовая, но она, данный рисунок, скажем так, немножко, данная фотография искажает немножко цвета. Ну, вживую, да, я видела картину, и у меня больше всего поразила вот эта верхняя часть, потому что здесь и резьба на дереве, и витражи, это все объемная. Вот эта резьба, давайте я покажу, раскрою свою вышибу. Мятая, извиняюсь, Мадлен очень мятая, потому что она у меня вся такая, вся, как ускрученная. Ну, вот видите, здесь вот эти все деревянные, не знаю, безрасты или части перьера, резьба, они такие красивые. Это над кроватью. Они необыкновенно красивые. Да, 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 они объемные. Они объемные, их вышивать интересно. Вот эту вот саму святую Агнесу тоже вышивать было очень интересно. Вот эту часть вышивать было мучение. Это одни одиночки, сплошные одиночки. Вот это и потом вот эти вот все, все витражи, они очень красивые, но это одни одиночки. Хотя, наверное, так, как здесь, такого не было. Это просто было, вот, не знаю. Мадлен, она очень красивая. Ее вышивать, кстати, комфортно. Волосы, лицо, ее блузка, рука, все. Да, здесь очень комфортно ее вышивать. И потом я так ее вышиваю. Я вышиваю чаще всего вот так вот рядами, поэтому я отдыхаю. То есть вот эти вот все деревянные израсты или интерьеры деревянные, на нем отдыхаешь. Потом идут вот эти вот очень такие загруженные одиночками витражи. И потом опять начинаются панели деревянные, которые вот здесь практически вообще несколько. Не, ну один цвет не бывает. Да, одного цвета не бывает точно. Несколько цветов вышиваешь. И вот сейчас, например, у меня кроватка уже идет. Вот здесь если сравнивать, ой, я так сделаю. С кроваткой. Вот это место, здесь очень много одиночек было. Вот это вот. Гриф-гитара. Да. Ну, мандолина она, или так она называется. Гитара, да. Вот эта вот книжка тоже вот эти вот ее обложечка такая немножко загружена одиночками. А вот это все остальное вышивается очень комфортно. Вот здесь где свеча тоже немножко одиночек было. А так все остальное. Причем, если не ошибаюсь, здесь четвертая сложность идет у этой Мадлена. Она сложная, наверное, из-за этих вот мест полных одиночек. Но так, я не могу сказать, что у меня были моменты, когда вот прям одиночки, которые убивали и так далее. То ли я их чередую, очень так комфортно. То есть тут одиночки повышиваю, здесь так поспокойнее повышиваю. Мне комфортно. С моей императрицей, которой я опять-таки начала не так давно и вышиваю ужасно медленно. А вообще у меня с одиночком пока не было проблем. То есть здесь столько зелени, небо, голубое, зеленое, разные оттенки. Но вот чтобы одиночки, пока меня это не мучило. Наверное, это уже больше дальше будет, когда я наконец дойду до самих дам. Вот так вот. А как вот быстрее крепить нить? Есть какие-то хитрости, да, чтобы быстрее крепить? Вы знаете, здесь, конечно, есть хитрости у более таких профессиональных вышивальщин, скажу честно. А как вы? Я ее вывожу наизнанку. Просто на вырезанную. Ой, на лицо, да. Вот у меня они торчат такие вот здесь штучки. Хвостики. Я просто вывожу ее и обрезаю, а потом зашиваю. И подальше, да, где-то на 10-10? Да, да, да. Ну, иногда на 10, иногда на 5, в зависимости от того, что это за нитка, где она. Но я вывожу, мне так быстрее. Я никогда не кручу туда-сюда. Вот она у меня стоит на столе. Я вышиваю, я вывожу, креплю чаще всего или между каким, когда, например, начинаю нить. Я могу сделать узелочек, я могу его сделать, да, и я об этом признаюсь. Я себя не ругаю. Да, да, потому что изнанка – это моя изнанка. Но я могу иногда закрепить между стежками. Вот так вот. Ну, опять-таки, я говорю, что тот способ вышивания, который выбрала я, та организация процесса, она удобна именно для меня. То есть, понятно, что каждая вышивальщица, вот это тот вариант, который я для себя выбрала, вышивая многоцветки. Каждая вышивальщица, исходя из своего опыта, из своих удобств, исходя из условий своей, там, не знаю, жизни, исходя из домашних, там, питомцев и детишек и так далее, выбирает тот вариант, который комфортен каждому человеку. Хорошо, тогда вот давайте резюмируемся советы по поводу того, чтобы вышивать быстро и легко. Это первое – удобные органайзеры, удобная канва. Да, все должно быть удобное. Самое важное – это комфорт, я считаю так. Во-первых, самое первое – это должна быть картина, которая вам нравится. Это должна быть не просто, которая вам нравится, от которой вы без ума. Потому что моя любовь к императрице, можно сказать, я ее взращивала годами, наблюдая, любуясь, сходя с ума, я понимаю, что вот это мне нравится, это то, что мне надо, я буду ее вышивать. Как бы долго это ни было, как бы тяжело, там, по разным, там, основаниям, я все равно буду ее вышивать, мне она нравится. То есть, у меня не встает вопрос от того, что я устану, например. Потому что, если бывает момент, вот я устаю, мне не хочется, я могу себе что-нибудь другое. Я себя как-то в этом смысле не ограничиваю никаким образом. Я могу разбавлять процессы. Поэтому, может быть, у меня и скорость стадает из-за этого, но при этом я вышиваю с удовольствием. Для меня самое главное – это комфорт и удовольствие. Для меня практично здесь только в том, чтобы мне было удобно, именно мне. И в том, как это организовано, на чем я вышиваю, чем я вышиваю. Потом для меня очень важно, чтобы я не боялась результата. В смысле, чтобы я не переживала, что потом я отстираю эти нитки, они полиняют, например. Или там что-то испортится, или какие-то проблемы будут. Покажите, пожалуйста, электронную схему, как вы с ней работаете. Вот, это электронная схема, причем для тысячника она разделена на две части. То есть, получается, специально, чтобы это было удобно и открывать, и смотреть, она получается аналог черно-белой схемы, например, на бумаге. То есть, она здесь такая желтая, то, что не закрашенная, белая – это то, что я уже вышила. Я вышиваю в программе Cross-Titch Saga, я вышиваю на iPad. То есть, единственный, скажем так, вариант, каким можно вышивать на этом планшете – это вот Cross-Titch Saga. Она очень удобная. Несколько часов работаете, да? Глаза не устают? Вообще не устают. У меня никогда с этим проблем не было. Я могу вышивать и там 3 часа, и 4 часа, и больше. Не бывает такого, что ты постоянно смотришь в экран. То есть, ты вот смотришь в экран, например… А максимальное приближение-то какое? Вот, да, отлично. Они, кстати, недавно сделали вот это максимальное приближение. Раньше у них так близко не приближалось. Очень-очень удобная программа во всех смыслах этого слова. А вот то, что мы вышиваем, можно выделить, да, цвет? Да, вот я, например, хочу вышивать этот значок. Я вот его выделяю. А, и выделяешь? Я его вышиваю, потом закрашиваю. А, это удобно для тех, кто по цветам. Очень, это да. А здесь есть и для тех, кто вышивает парковкой, да, здесь есть вот разные варианты. Там, диагональная парковка, еще какая-то парковка. То есть, можно менять, делать все, что хочешь. Я просто этим не пользуюсь, я так более примитивно. Я просто по цветам вышиваю, и я вышиваю, например, так, чтобы потихонечку закрашивать какую-то определенную область. Или рядами, или, например, там вниз, ну, как-то закрашиваю пространство. То есть, вы выделяете цвет, отшиваете, а как потом убирать то, что отшитое? Я, например, вот давайте здесь сделаю, чтобы не перепутать. Вот я, например, его вышиваю, вот этот специальный маркер, я вот его вот так закрашиваю. А, легко и быстро. Вот. Если, например, ошиблась, вот нужно вот так обратно его выделяешь, и все. Все. Вот таким образом, да. То есть, с электронной схемой работать не так сложно. И вот я для себя поняла, как я начала работать с электронной схемой, я уже не хочу на бумаге, мне уже тяжелее. Особенно многоцветка. Потому что многоцветка на бумаге я всегда закрашивала маркерами, чтобы там черно-белая, чтобы не ошибиться. И, ну, не знаю, и маркеров много уходит, и с бумагой тоже не так комфортно. Здесь намного комфортнее. Да, конечно. Вот так вот. То есть, да. И она постоянно горит, да? То есть, монитор не отключается, вкручивается. Нет, он не отключается. А тут еще зависит от настройки вашего айпада. Здесь же бывают иногда настройки, там через минуту он сам вырубается, а можно делать, чтобы он не вырубался вообще. То есть, у меня такая настройка, что если я его так оставлю, он вот так и будет у меня гореть. И вы не будете большой экран покупать, да, айпада, чтобы удобнее было. У меня просто такая ситуация, что я и по своей работе, и по жизни пользуюсь только айпадом. А какой это диагональ? У меня это 10,5 диагональ айпад про, но просто я, как бы на нем, он у меня вместо компьютера, вместо всего. Я на нем работаю, пишу, вышиваю, все делаю. Он у меня, как поэтому мне нужен такой был. И без зарядки сколько он работает? Ой. Или вышиваете всегда в розетке? Нет, я всегда вышиваю без розетки, но я всегда, у меня так, знаете, я каждый день заряжаю свой айпад. Я не жду, чтобы он на меня вырубился вот так вот. А, понятно. То есть, вышивать можно без зарядки? Без зарядки, да, конечно, спокойно. Он не так много расходует зарядного устройства. Про гемноперсток хотелось еще спросить. У вас что он есть, но вы не пользуетесь? Я покупала гемноперсток, да, на одной из выставок формулы рукоделия. Я пыталась, немножко исколола себе пальцы, скажем так. А я самим гемноперстком не пользуюсь. Я могу иногда иголкой, особенно если длинная нить, поправлять, например, те крестики, которые кривовато легли. Еще, например, говорят о том, что можно ложкой иногда поправлять какие-то, например, крестики или стишки. Это больше для аппетитов подходит, чтобы они там не светили. Ну, то есть, я не очень, скажем так, много уделяю этому внимания. Но, конечно, мне нравится, когда красиво лежат стишки. Это вот 18-й каунт, в 2 нити крест, да? Да, ну, это такой классический вариант. Классический вариант. Да, 18-й, да, классический вариант. И он не такой плотный. Я имею в виду, если сравнить с моей Мадлен, там прям такой коврик идет. Вот они у меня рядышком. Да, в 4 нити. Ну, я скажу честно, что я люблю и тот вариант, и этот вариант. Да, я красивая, я согласна. Да, ну, тут, конечно, разница в расходе ниток, в толщине изнанки и так далее. И, опять-таки, это выбор. Да, на любителя. Каждый вышивальщицей индивидуальный. Да. Эту вышивку вышила моя мама. Схему разработала я сама. Причем схему я разрабатывала, ну, скажем так, довольно-таки прогонистый вариант. Вышивала она шерстью на конве 10-го каунта. То есть, это шерсть в 3 нити крест. Она вышивала мне в подарок специально. Я очень люблю эту работу. Все вышивки, оформление всех вышивок у меня дома выбирала мне моя мама. Мы все оформляли в Джаконде. У нас все в одной и той же пагетной мастерской. И вот, честно, я полностью доверяю ее вкусу в подборе рамок. Мне кажется, они все, я все их очень люблю. И эта работа такая, для меня очень дорогая, потому что она подарок. Так, она начала ее вышивать в 2009 году. Вот в 2011 она ее закончила. Вот написано 2011 год. В это ее имя, ее зовут Вета. И вот сколько она уже у меня висит. Сейчас 2019 год. Уже 8 лет она у меня висит, да. Конечно, приходит обращать внимание. Конечно, сразу. Причем у нее такой еще эффект получается, когда заходит в эту комнату, ощущение как будто вот взгляды бывают устремлены на человека, который заходит. Мне даже об этом говорили несколько раз. Как будто живые. Есть, конечно, определенные недостатки в схеме. Я это признаю, сама ее разрабатывала. Но при этом взгляды оказались очень живые. Что вот мы смогли передать. И сама текстура платья тоже, оно вот такое и было. Вы счастливые так вам. Да. И это ты. Вышивала по набору Dimensions. Мой первый набор Dimensions. Он мне очень понравился. Я его вышила практически за месяц или за два. То есть для меня это вообще рекордный срок. Первый раз, когда я вышивалась в разных техниках. В том смысле здесь и полукрест, здесь и крест, здесь и бэкстич. Здесь, по-моему, выкладная нить, еще что-то. У меня было море удовольствия от этой работы. И вообще, я считаю, что она одна из самых красивых из всех дизайнов Dimensions. Да-да. Была пара такая же прекрасная. Я бы вышила, честно. Но ничего не могу подобрать такой же, чтобы мне вот так же нравилось. Такое сочетание. А формирование двойной багет, да? Здесь, по-моему, даже тройной багет. Да, потому что вот здесь багет внешний такой же, как в портрете. Мы специально подбирали, он так с мебелью тоже сочетается. А внутри вот это вот коричневое, чтобы оно сочеталось с самой вышивкой. Здесь у меня и деревянный, получается, на чем все это стоит, ваза, и сама скрипка. И на стене тоже. И вы не боитесь вышивку без стекла? Нет, не боюсь. Наоборот, мне кажется, стекло съедает очень много, да. А по поводу того, что пыли, вот это все, сколько она уже лет? А эта вышивка висит с 2008 года. И она не стиранная, да? Нет, я ее постирала перед тем, как оформила. Ну, по-моему, это стирает, да, да. Да, а так нет, я больше ее не стирала. Я могу иногда протереть тряпочкой, но такой, знаете, полувлажной, но не мокрой, конечно. Но я ее не стирала, у меня не было никаких проблем, чтобы там портилось или еще что-то. Вот так и висит. Очень, вообще, мне так нравится все в этой вышивке. Цветы, канделябры, инструмент. Вот это мой такой любимый самый. Мотивы любимые. Да, очень хорошо, очень хорошо. Такая парочка у меня. Это беседка, цветочная беседка и водяная мельница. Обе вышивки по наборам Риолис я делала. Причем я считаю, что это очень удачные наборы. И вот сами дизайны. Здесь 30 цветов в каждой из этих вышивок. Есть французские узелки, немножко бека есть. В одной из них даже бисер есть. Но при этом они такие яркие, насыщенные. И вот, честно, пока я эту цветочную беседку вышивала, столько положительных эмоций. Вот она мне очень понравилась. Водяная мельница немножко так тяжелее шла у меня. А это анкор, да? Да, это анкоровские нитки. И какая это каунт? 14, это 14 каунт и там и там. Ну, смотрится, скажи, випись. Они смотрятся очень ярко. Вот я думаю, это очень удачные такие их разработки. Мне очень нравится. Вы очень удачных оформили, я вести клада. Да. Причем это их оформление, я так сделала. Я купила две рамки в Икея. Да вы что? Да, это две икеевские рамки. Как-то я решила так немножко на них сэкономить. Рамка, по-моему, 800 рублей, 700 рублей. А натяжку я отдала в багетку, просто чтобы мне их ставили в рамку и сделали. Да, смотрятся очень дорого. Да, они смотрятся. Вот как-то я так решила поэкспериментировать. И вот очень удачно получилось. Это розы по мотивам картины Ренуара. Тоже разработка Риолис. Причем, как только я увидела ее в каталоге, я сразу стала к ним звонить, что хочу этот набор. И я ждала его какое-то время, пока он вышел. Сразу купила, начала вышивать. Здесь комбинируется как мулине, так и шерсть. Вообще, я считаю, что разработка тоже великолепная. Конечно, это не многоцветка. И здесь, конечно, это очень видно, особенно на фоне, который такой немножко в углу, где вот эти вот такие темно-зеленые такие разводы. Четкие очень. Но при этом сама картина, мне кажется, очень красивая. Вот одна из моих самых любимых. Я почему люблю украшать себя вышивками? Когда я вот переехала сюда, в эту квартиру, скажем так, после замужества, я сразу сказала своему мужу, что у нас будут висеть только вышивки. Только. Потому что они, да, и придают уют, тепло. Картина, если висит, скажем так, маслом, я считаю, что это должна быть какая-то оригинальная картина, да, не репродукция. А если это вышивка, то любая вышивка является оригинальной работой. Ручная работа. Ручная работа, конечно. И потом, когда ты ходишь, смотришь на вот эти все вышивки, не знаю, у меня столько позитива от них бывает. А, ну, сказали, комбинированная шерсть. Шерсти мулине. Нет, нет, бэка здесь нет вообще. Нет, я имею в виду бэкфон шерстью. А сами цветы это? В перемешку. А, в перемешку. В перемешку. Здесь и фон в перемешку, да. Здесь я даже сейчас четко не помню где. По-моему, вот эти вот красные, оранжевые, это все было мулине. А зеленоватые, такие темные, синие. Такие на синий здесь такое, темно-зеленые. Это шерсть. Ну, четко точно не помню, но здесь точно все это комбинированное. Вообще, очень удачная тоже разработка. Да, потрясающе. А форму не делаете? Я все делала в джаконде, да. У меня здесь тоже тройной багет. Тройной? Тройной тоже, да. Это мой первый опыт многоцветного дизайна такого. Это Ромео Джульетта от Golden Kite. Я ее вышивала в течение пяти лет. Это 18-ая Аида, 4 нити мулине, полукрестовым, гобеленом, я его там комбинировала. Вообще, это, конечно, был мой первый опыт. И, честно, я была в восторге, начиная вот с самого верха этой вышивки, где видна черепица такая красноватая. Это был, наверное, первый шок для меня, когда я вот эти все одиночки, из которых появилась черепица. Колонну, вышивать бы в одно удовольствие, такая она красивая. Вообще, сам романтический сюжет мне тоже очень нравится. Конечно, в этой схеме есть свои недостатки. Недостатки видны, мне кажется, в затемнении, какие-то нечеткие детали. Ну, в общем, не знаю, мне она очень нравится, и как бы я рада, что я ее выбрала. Но с первым опытом понимаешь, например, что дальше хочется уже более четких каких-то изображений. И, мне кажется, каждой вышиварщицей, чем бы человек ни занимался, ему хочется совершенствоваться. Вот это у меня есть. Да, и вот бакет тоже мы подбирали, такой бакет, чтобы он сочетался и с вышивкой, и, конечно, с интерьером. То есть, вот такой немножко там зеленоватый, в вышивке много зеленого тоже есть. А размер работы, скажите, какой? 60 на 80 сантиметров, это без рамы. Да, с рамой, понятно, что он больше. А количество цветов пригодится? Ой, больше 100 точно. Надо посмотреть, может быть, 140 цветов, я точно не помню. Но здесь и бленды, и чистые цвета. Да, много цветов. И еще, почему эта вышивка мне очень дорогая, я ее вышивала долго, и я помню примерно на каком этапе, на каком фрагменте, например, что происходило в моей жизни, да. Потому что у меня второй ребенок родился, когда я ее почти дошивала. Не знаю, нужно об этом говорить или нет, у меня так получилось, что я вышивала, и практически сразу после этого поехала в роддом. Да, очень для меня она такая дорогая, и понятно, что это был первый шаг, когда я решила вообще начать что-то новое для себя. Много цветов, и не пожалела. Абсолютно не пожалела, и поняла, что я теперь навсегда в этом, можно сказать, клубе многоцветных дизайнов. А близкие как относятся к этому? Вы знаете, по-разному, кто-то считает меня сумасшедшей, кто-то восхищается, кто-то считает, что вообще вышивка это пустая трата времени. Тут до такой степени по-разному. Есть те, кто поддерживает. Конечно, есть те, кто поддерживает, я говорю, восхищаются, вот показывают все мои работы. У меня к этому такая позиция, вот я сама это люблю, и для меня это самое важное. Вот у меня самый большой критик всегда, это я сама. Скажите историю этой работы. Так, это тоже набор от Риолис, собор Святого Марка в Венеции. Я была в Венеции много лет назад, считаю, что это один из самых красивых городов, очень красивый. Этот собор тоже вообще волшебный практически. И сама эта картина мне очень понравилась небом, оно здесь очень красивое. Вообще, мне кажется, у Риолиса очень удачно получается облака, небо, разводы. И вот бывает такое, я почему выбираю какие-то дизайны. Я смотрю на картину, понимаю, что вот люблю, и все, и вышиваю. И вот это именно такой момент, который мне очень понравилась картина, и мне захотелось иметь ее у себя дома. Ну вот я ее вышила. Это шерсть, да? Это полностью шерсть, да. Ну вот она у меня такая получилась. А тяжело было работать шерстью? Вы знаете, так как я начинала с шерстью изначально работать, то есть мне тяжело не было. У нее есть определенные свои законы. Например, не делать очень длинные нити, потому что она шерстится, когда очень часто ее проводишь. То есть уже когда ты знаешь, как с шерстью так обходиться, то с этим сложности не бывает. Мне комфортно как с шерстью, так и с мулине. У шерсти просто меньшее количество цветов. А так, мне кажется, у шерсти получается очень красивый эффект. Да, да. На вышивке, да. Яркость, глубины, очень объемная. Вот у меня поэтому моя мама только шерстью вышивает. Она говорит, что у мулине все смотрится менее ярко. Вот это тоже очень красивая разработка. Это же Джоконди, да? Да, Джоконди тоже. Это пластиковый багет. Причем вот очень интересно, мне кажется, он даже так и не выглядит, как пластиковый. Смотрится очень эффектно. Да, очень красиво. Пластиковый эффект. Даже, по-моему, три багета, да? Три, да, здесь тоже три у меня. Здорово. Благодарю вас за информацию. Было очень интересно для тех, кому не хватило, да, и кто хочет с вами пообщаться, прошу вас отвечать в видео, да, вы будете отвечать в видео под этим видео, ну, в смысле, отвечать в комментариях на этом видео. А если очень, хотя бы, может, близкую такую переписку, то вы находитесь в Инстаграм, да? Да, да. И вы хотите рассказать об ЭСП, да, который проходит. Да, вы знаете, я чаще всего обитаю именно в Инстаграм, то есть такая площадка, которая мне наиболее удобная. И вот у меня, когда я начала вышивать императрицу Евгению, у меня появилась мысль создать совместный процесс. Именно по многоцветным дизайнам. Вообще, конечно, в Инстаграме очень много разных марафонов, совместных процессов по интересам и так далее. Я считаю, что это очень полезно и интересно, потому что всегда можно обмениваться опытом, мнениями, тем, что тебе интересно. И вот я создала, он называется, «Искусство в стишках». Смысл в том, что мы раз в месяц выкладываем свои прогрессы, а в течение месяца просто иногда общаемся о том, как у нас обстоят дела, например, что, кто новое до себя узнал в вышивке, или какие у кого проблемы бывают. Поэтому я считаю, что если кто-то хочет присоединиться, мы только, и я только буду рада. Участниками могут быть те, кто вышивает многоцветные дизайны. Для меня абсолютно не имеет значения производитель, дизайнер. Главное, что это работа довольно-таки немаленьких размеров, где вы используете большое количество цветов. Чаще всего там не бывает бэков, розелков и так далее. То есть это обычно или крестики, или полукрестики в зависимости от выбора. И мы создаем такое своеобразное искусство в стишках. И при этом очень приятно общаемся. Вот именно для этого и создавался такой совместный процесс. Хорошо, спасибо вам большое за ваш опыт. Надеюсь, что это не последняя съемка. Спасибо вам большое. Мне очень было приятно пообщаться. Да, это всегда очень приятно.